Быть или не быть агрокомплексу Чувашия-Сычуань на территории нашей республики? Этот вопрос обсудили сегодня на заседании Комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Ольга Пырочкина подробнее. Новые масштабные проекты – это не только дивиденды, но и определенные сложности и риски, особенно когда речь идет об инвестициях со стороны. Депутаты Комитета Госсовета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии собрались, чтобы взвесить все за и против Чувашско-Китайского агропарка. С одной стороны, представители Поднебесной, которые планируют построить завод по производству сухого молока и комплекс по выращиванию крупного рогатого скота с пастбищами, принесут в Чувашию небывалые для такого рода проектов инвестиции – около 10 миллиардов рублей. А земли, которые не интересовали местных аграриев многие годы, наконец начнут работать. В Чувашской республике три года назад было необработано к земле 140 тысяч по последнему мониторингу гектаров земли. Многие возмущались, почему земли не работают, не обрабатываются и так далее. Неоднократно нашим предлагали и 25 лет, 28 точнее лет, эти земли никому не были нужны. На эту же чашу весов можно положить рабочие места для сельских жителей. Кроме того, селяне получат гарантированный сбыт молока домашних буренок, и его не придется сдавать за бесценок. Помните, в прошлом году упали цены на молоко? У нас 200 тысяч тонн только своего лишнего молока на территории Чувашской республики, который мы продаем ежегодно в соседние регионы. В прошлом году на рынке была такая ситуация, к сожалению, было очень много сухого молока, цены рухнули, и наше молоко отказывались покупать все заводы. Теперь о другой стороне медали. Несмотря на все вышеперечисленные выгоды, местное население инвесторам не обрадовалось. Во-первых, с точки зрения экологии у Китая не лучшая репутация. Впрочем, в Чувашии им придется работать в соответствии с природоохранным законодательством нашей страны, уверяют сторонники проекта. Скажем, использование семян генномодифицированных, они не имеют права здесь их использовать. Конечно, здесь нам полностью расслабляться нельзя, должен быть жесткий контроль. И этот контроль, я думаю, что обеспечит не только органы, которые должны этим заниматься, но и общественность. Еще одно опасение селян, что работать на новые предприятия приедут сотни жителей Китая. Однако пока для строительства и работы всего комплекса иностранный инвестор запросил квоты на работу в России только для троих своих сотрудников. Иными словами, чаша с преимуществами перевешивает. Так что комплексу быть. Во всяком случае, Комитет Госсовета по экономической политике и агропромышленному комплексу экологии проект поддерживает. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.